Добрый день, меня зовут Андрей, и это наш канал Eurocon. Мы сегодня находимся на одной из квартир новостроек, делаем здесь комплексный ремонт. И сегодня я хотел бы говорить о некоторых решениях в ремонте, в дизайне интерьера, которые мы применяем на наших объектах. В данном случае вы можете видеть два витража, которые встроены в патологию, в сахартонные. Витраж номер один, витраж номер два. Я прикреплю видеоизображение к этому видеоролику, чтобы вы поняли, как в финишном исполнении должны выглядеть эти два витража. Далее мы хотели представить решение по системе отопления, по системе теплого пола, по системе управления теплым полом с помощью гребенок. В этой квартире была выполнена лучевая система отопления и водоснабжения. У нас в полу цельные трубы находятся, никаких соединений нет. То есть у нас распределительная гребенка стоит на холодную воду, на горячую воду, соответственно, на систему радиаторного отопления и, соответственно, на систему теплого пола, которая обеспечивает циркуляцию отдельным насосом. Что хотелось бы сказать по поводу системы водоснабжения. Мы также использовали здесь трубу Рихау Раубасик Флекс, которая считается лучшим на рынке не только в городе и в стране Молгобах, но это считается лучшей в мире труба. Что бы хотелось сказать. Подвод воды мы сделали здесь из металлопласта, потому что здесь уже была заложена эта труба. Остальное мы поставили хороший коллектор Бьянки итальянского производителя. Холодная вода у нас, соответственно, получается больше выводов, так как здесь находится и на подводку унитазов. То есть нужна только холодная вода, на подводку стиральной машины и посудомоечной машины тоже нужна только холодная вода. Поэтому у нас гребенка холодной воды оказалась больше, чем гребенка горячей воды. В принципе, здесь ничего такого сложного нет. Здесь все сделано правильно, грамотно и, как говорится, со вкусом. Дальше. По поводу системы радиаторного отопления. Почему мы разделили это все радиаторное отопление трехкодовым клапаном и гребенку теплого пола? Так как в радиаторах нам нужна температура, может достигать максимально и 60, и 70 градусов в радиаторах, то такая температура в теплом поле будет критична, что для самой стяжки, что для плитки и что вообще для поверхных настилок этой стяжки. Поэтому мы это все разделили. То есть у нас будет через трехкодовой котел, будет выдавать нам теплоноситель градусов 60-70. Еще хотелось бы сказать пару слов насчет освещения, выполненного в этой квартире. Значит, у нас в потолке практически везде встроена светодиодная лента, сделаны для нее ниши. В этих нишах будет устанавливаться матовое стекло, и за оргстеклом будет установлена светодиодная лента. Вся коммутация по светодиодной ленте будет сведена в один шкафчик, о котором вам рассказывал уже Станислав. И будет очень простой доступ к этому шкафчику. Вы сможете управлять, отключать автоматы, то есть управлять какими-то зонами потолка. И в принципе все делается довольно-таки надежно и четко. А сейчас я хотел предоставить слово Стасу, нашему главному специалисту по сантехнике и по электрике, чтобы он вам рассказал, каким образом будет управляться подсветка в потолке, и какие будут автоматы использоваться, и где это будет находиться. Я хотел вам сегодня рассказать об выполненных нами работах, связанных с подсветкой потолка и основного освещения в этой квартире. Первое решение было нашим таким, чтобы расположить все трансформаторы в одном месте. То есть чтобы потом, когда в случае замены или обслуживания какого-то из вышедшего из строя трансформатора, это было легко достать, легко обслужить. Не как некоторые делают, пряжут их где-то в плафонах, они плохо обдуваются, они греются и так далее, и так далее. Поэтому у нас все трансформаторы были находиться в встроенном шкафу над холодильником, в одном месте, подписано, все легко и быстро, в случае неисправки, заменить, достать и исправить. У нас удалось порядка здесь 150 метров LED-ленты, то есть это высокая нагрузка на саму ленду, поэтому у нас распределение идет по максимальным количествам трансформаторов. Розетки и выключатели у нас выполнены после штукатурки, это тоже немаловажно, потому что это сокращает время работы, это мы убегаем от штрабления бетонных каких-то конструкций, поэтому это решение как-то тоже мы применяем часто. Хотелось бы отметить еще такой момент, здесь решение по стенам очень современное, никаких обоев, покраски, декоративки здесь не будет. Здесь стены будут облицовываться декоративным камнем, фото-визуализацию мы приложим к этому видео, вы посмотрите, как оно будет выглядеть в самом конце, ну и конечно же снимем видеоролик по окончании этой квартиры, когда мы ее будем сдавать. Так как хотелось отметить, что все полы в квартире здесь залиты заново, то есть здесь уложен теплый пол, водяной теплый пол, использовалась дорогая, хорошая, цельная труба, отмечу, что она цельная, то есть она не имеет стыка, компания Rehau, что обеспечивает надежность на, подскажи мне, Станислав, 60 лет дает гарантию производителя. 60 лет дает официальную гарантию производителя. Здравствуйте еще раз. Это у нас спальня, и здесь мы применили такое решение, как парящий потолок. По периметру потолка сделана ниша, в которой будет встраиваться светодиодная лента. Эта ниша будет закрыта прозрачным оргстеклом, и при включении подсветки по периметру будет создаваться эффект парящего потолка. Мы приложим фотоматериалы к нашему видео, и вы посмотрите, что я имею в виду. И когда мы будем потолок заканчивать, мы снимем такое же видео, как у нас было и как он остался. Продолжение следует...